Падение в общественном транспорте не редкость, особенно учитывая манеру езды некоторых водителей. Но мало кто знает, что если в результате резкого маневра пассажир получил травму, это полноценное дорожно-транспортное происшествие. В прошлом году в городе Иваново произошло 148 ДТП с участием автобусов. В результате этих ДТП 205 человек получили травмы тела и 4 человека погибли. Причем из 148 ДТП в 87 случаях водители маршруток автобусов нарушили правила дорожного движения. Если мы возьмем общее число дорожно-транспортных происшествий, то 40% приходится на падение пассажиров в транспорте. А ведь многие пассажиры не знают своих прав в данной ситуации и просто покидают маршрутку. Или же водители вместо того, чтобы оказать первую помощь, высаживают пострадавшего и едут дальше по маршруту. Чтобы этого не происходило, пассажиры должны знать свои права и обязанности. Вы должны знать о том, что падение пассажира в автобусе также относится к дорожно-транспортному происшествию. В этом случае вам необходимо сообщить о происшествии водителю, вызвать службу ГИБДД и бригаду скорой медицинской помощи. Но лучше предотвратить падение. Единственный способ – крепко держаться за поручни. А вот знают ли водители маршрута к своей обязанности, если пассажир все же получил травму. Какие действия необходимо предпринять водителю в случае, если в салоне автобуса совершено падение пассажира, случилось падение пассажира? Во-первых, нужно немедленно остановиться, вызвать вас в госавтоинспекцию и, если нужна скорая, оказать первую помощь. Тот же вопрос к другим перевозчикам. Как обычно, как всегда, товарищ капитал. Так что? Останавливаемся, вызываем инспектор. За исключением того, что в первую очередь надо выставить знак аварийной остановки, а после записать контакты свидетелей – все верно. Но главное, что должны запомнить водители – в салоне их автобусов живые люди. Или качество может стоить им здоровья. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.